В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О визите президента, создании филиала МГУ и борьбе с ковидом. Руководители ядерного центра провели итоговую пресс-конференцию. Дед Мороз освоил интернет. Главные новогодние волшебники применяют новый формат работы. Ажурные деревья и зимние пейзажи. Юных саровчан приглашают на мастер-классы. Далее расскажем обо всем подробно. В формате видеоконференции. Традиционная итоговая пресс-конференция руководства Рафиоснеф прошла в этом году по видеосвязи. Директор ядерного центра рассказал о результатах работы. Проанализировал ситуацию с коронавирусом на предприятии и ответил на вопросы журналистов. В Сарове создадут филиал МГУ имени Ломоносова. Об этом на пресс-конференции заявил директор ядерного центра. Соответствующее распоряжение дал президент Владимир Путин после посещения Сарова. По словам Валентина Костюкова, это даст новый вектор развития территории и привлечет в город необходимых специалистов. Причем определена уже на первую часть ее стратегия и тактика, которые связаны с воспитанием здесь штучного товара в области теоретиков, лазерщиков, математиков, теоретиков, физиков, которые фактически начнут обучение со следующего года по категории магистров и дальше получат их развитие. Расширению возможности ядерного центра, в том числе и доступности филиала МГУ, будет способствовать новый аэропорт. На первом этапе проработана логистику до Москвы. Перед прилетом президента аэропорт прошел все испытания. Тестировали в том числе и прием тяжеловесных самолетов в дневное и ночное время. Вопрос с регулярными рейсами для обычных граждан пока открыт. Если на уровне законодательной базы будет принято решение какое-то о региональной авиации, соответственно, мы все заявки мы отслеживаем, подадим. И если будет какое-то бюджетное дополнительное содержание и финансирование, конечно, этим воспользуемся. Поэтому, как я уже сказал, любой житель города Сарова, либо командировочные люди, либо еще, которые имеют соответствующие допуски, вполне могут спокойно пребывать на территорию ЗАТО. Более 170 миллионов рублей уже потрачено ядерным центром на борьбу с коронавирусной инфекцией. Большая часть этих средств была направлена в КБ-50 в качестве дополнительных выплат медикам, обеспеченные персоналом, средствами защиты, необходимым оборудованием и транспортом. Необходимо четко вот эту борьбу сопровождать современной диагностикой, тестированием. По диагностике, все мы также знаем, вот компьютерный томограф, КТ-слово, ну вот пришлось нам в середине года заниматься его серьезным ремонтом. Сейчас он как бы работает бесперебойно, обеспечивая огромный объем диагностических работ. Наши аппараты Теонокса также переданы в клиническую больницу, в Помск, где находятся наши сотрудники, наши жители города, для сопутствующей дополнительной терапии. На сегодняшний день проведено 95 тысяч тестирований. То есть практически эта цифра, она один к одному сопоставима с населением города Сарова. Как отметил главный инженер ВНИЕ, к решению проблемы с COVID-19 в ядерном центре подошли системно. Это позволило выполнить плановые задания в текущем году в стопроцентном объеме и создать задел на градообразующем предприятии на следующий год. Саровский драматический театр подготовил новогодний подарок для медиков. 30 декабря по предложению главы города состоится специальный бесплатный показ премьерного спектакля «Игра в любовь». Его зрителями станут только медицинские работники, врачи, медсестры, специалисты Межрегионального управления ФМБА, Центра гигиены и эпидемиологии. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровская инспекция Федеральной налоговой службы напоминает, что 1 декабря истек срок уплаты имущественных налогов за 2019 год. Теперь неплательщикам начисляются пени в размере 1,03 от ставки рефинансирования ЦБРФ. Дальнейшее уклонение от уплаты налогов может повлечь за собой взыскание средств через суд из любых источников дохода неплательщика, а также арест имущества. Узнать о наличии задолженности можно в МФЦ, на портале личный кабинет налогоплательщика или непосредственно в налоговой инспекции. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во вторник, 29 декабря, проведет прямой эфир в своем аккаунте в Инстаграме. Глава региона обещает ответить на все вопросы подписчиков, как по итогам своего годового отчета, так и на самые часто встречающиеся в комментариях. Трансляция начнется в 19.00. Подключиться к эфиру можно, зайдя в профиль губернатора. Собака ГС Никитин. Вторая волна коронавируса внесла в свои коллективы формат праздничных мероприятий. Массовые гуляния на Новый год отменили, но праздник может прийти в дома к нижегородцам. Главные новогодние герои Дед Мороз и Снегурочка в этом году могут поздравить малышей лично или по видеосвязи. Как подарить детям сказку, расскажем далее. ДО-РО-ГА-Я-ЖЕНИЧКА Женя совсем скоро получит электронное поздравление от Дедушки Мороза. Добрый волшебник идет в ногу со временем и теперь может общаться с малышами дистанционно через интернет. Несмотря на то, что освоение современной техники далось Дедушке совсем непросто, он прекрасно с этим справился. Ой, очень сложно. Здесь много чего непонятного. Ну и ничего, у меня внучка есть хорошая, она в этом все разбирается. Она говорит какой-то вотсап, ютуб, как там его еще, одноклассники. Много каких-то сетей. Я сетями только ребу ловлю, а она говорит, в компьютере можно это делать, поздравлять людей. Теперь Дедушка Мороз отправляет электронные письма, записывает видеопоздравления и даже выходит в прямой эфир. Но это не значит, что добрый волшебник теперь навсегда перейдет в интернет-пространство. Он все еще рад принимать бумажную почту и обязательно в новогоднюю ночь принесет ваш подарок. А в эпоху самоизоляции он нашел безопасный способ общения с саровчанами, хоть и не до конца разобрал принцип видеосвязи. Ну как-как, по старинке, но сейчас вот не ко всем же приглашают. Поэтому приходится онлайн, как говорится, там на меня какой-то глазок смотрит, я у него говорю, они мне отвечают. И вот так мы общаемся вот через этот квадратик. Кто знает, может быть совсем скоро Дедушка Мороз покорит соцсети и будет радовать нас видеороликами о своей жизни летом, весной и осенью. А пока можно быть точно уверенным, что в Новый год никто не останется без поздравления. Ну и что хочу сказать вам напоследок. Желаю счастья вам, а самое главное – это здоровья. И всегда верьте в чудеса. С наступающим вас Новым годом! Более 80 праздничных мероприятий пройдут в Сарове на новогодние праздники. К сожалению, большая часть из них будет доступна только в интернете. Ограничения не позволяют собирать большие коллективы. Но все же некоторые мероприятия пройдут офлайн с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Детей в предпраздничные дни приглашают на творческие мастер-классы. Сделать елку из бумаги и украсить ее яркими игрушками и мишурой или нарисовать гуашью новогоднюю открытку можно будет в детской школе искусств. В конце декабря там пройдут творческие мастер-классы. 28 декабря школа искусств приглашает ребят на мастер-класс «Новогодний сувенир». На нем ребята научатся делать декоративное панно, на котором будет изображена новогодняя елка – снежинка или символ Нового года бык. 29 декабря гостей ждут на мастер-класс «Новогодний лес». Это силуэтное вырезание, то есть традиционные такие, ну как любимое вырезание снежинок. Но это будут не снежинки, а красивые ажурные деревья. И это потом у нас превращается в красивый, тоже такой новогодний, сказочный лес. Третий мастер-класс «Рождественская открытка» пройдет 30 декабря. Ребята гуашью нарисуют «Новогодний лес». На мастер-классы приглашают детей в возрасте от 6 до 8 лет. Записаться можно по телефону 984-00-984-01. Занятие бесплатное, начало в 18.00. С собой нужно взять бумагу, клей ПВА, ножницы и хорошее настроение. Знание иностранных языков очень важно в современном мире. Быстро освоить иностранный язык вам помогут в Language Bridge. Нужно будет только определиться, какой из шести языков вы хотите изучать. Английский, французский, немецкий, китайский, испанский или арабский. На обучение приглашают и детей, и взрослых. Изучать арабский в Сарове, да еще и вживую с носителем языка. То, что еще год назад казалось невообразимой фантастикой, сегодня реальность. Несколько месяцев назад команда студии иностранных языков Language Bridge пополнилась новым и весьма необычным наставником. Ахмед родом из Египта. В Россию приехал 10 лет назад. Встретил здесь свою любовь, женился и вместе с семьей два месяца назад осел в Сарове. За плечами у Ахмеда учеба в одном из старейших университетов мира Аль-Асхар, который основали одновременно с крещением Руси больше тысячи лет назад. В 2003 году он получил диплом бакалавра гуманитарных наук и педагогики. Поэтому, оказавшись в Сарове, без долгих раздумий пошел работать по призванию и уже набрал первые группы. Кроме родного арабского и ставшего почти родным русского, Ахмед владеет еще двумя языками – английским и французским. Он с радостью готов поделиться знаниями и уверен, что учить языки под силу каждому было бы желание. Пока Ахмед только начинает занятия, в соседнем классе ребята вовсю готовятся к Новому году. И даже не подозревают, что это самый настоящий урок. В студии иностранных языков Language Bridge прекрасно знают, как заинтересовать малышей. Конечно же, игрой. Сейчас, например, они наряжают елку попутно, впитывая английские слова и выражения. It's a star? It's a star. It's a star. Okay, very good. Stop. Все вместе. Преподаватель Олеся Гончарова работает в студии иностранных языков Language Bridge с момента ее основания. Как и ее коллеги, нашла дело по душе и полностью посвятила себя призванию. Девушка воплощает в себе редкий тип наставника, который получает от занятий не меньше удовольствия, чем сами ученики. Я думаю, что самое главное – это то, что ты можешь передать свои знания детям. Мне очень нравится работать с маленькими детьми. Они всегда восприимчивы и изучают язык в игровой форме. В этом году студии иностранных языков Language Bridge исполнилось 6 лет. За это время она прошла путь от маленького помещения с одним преподавателем до флагмана в сфере образовательных услуг. Сегодня в стенах школы занимается почти 300 человек. Дети и взрослые изучают английский, немецкий, французский, испанский, китайский и арабский языки. А опытные наставники всегда рады новым лицам. От лица школы Language Bridge International мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем вам счастья, здоровья и успехов. А также ждем вас на занятия в нашей школе. В студии иностранных языков Language Bridge работает по адресу улица Садовая 68, дробь 1. Более подробную информацию можно узнать по телефону 4 7101 или на официальном сайте www.langbr.ru Искрящиеся гирлянды, яркая мишура и, конечно, елки всех размеров и оттенков. Бизнесмены Сарова украсили свои организации к Новому году, создавая у горожан праздничное и позитивное настроение. Мы продолжаем рассказывать об участниках конкурса «Елка-фест». Проголосовать за конкурсантов можно на странице Центра поддержки предпринимательства ВКонтакте. Первый визовый центр на проспекте Ленина – это окно в мир путешествий. Неудивительно, что этот архитектурный элемент коллектив и решил украсить в первую очередь. На улицу приветливо выглядывают домики в европейском стиле. По небу едет Санта в оленье упряжки, а за национальный колорит отвечает старый добрый снеговик. Внутреннее убранство тоже не оставили без внимания. В каждом уголке офиса нашли приют ель или новогодняя игрушка. В прошлый Новый год я встретила в Европе, это была Швеция и Финляндия, была впечатлена, как оформлены там такие же большие панорамные окна, как у нас. И когда уже подошло время к оформлению наших окон, то было принято решение сделать немножко минималистично, вот, но тем не менее, не менее красиво, я считаю. Вот, я думаю, что горожане оценят наше оформление. Несмотря на все ограничения, в первом визовом центре не теряют оптимизма. Многие теплые или просто живописные страны по-прежнему рады гостям. И специалисты с удовольствием помогут выбрать место для отдыха. Интересует учеба или работа за границей? Тогда вам тоже сюда покажут, расскажут и подскажут. Дорогие саровчане, команда визового центра в Сарове поздравляет вас с наступающим Новым годом. Мы желаем вам в первую очередь здоровья. Мы желаем вам открытых границ, путешествий. Мы верим, что все в 2021 году наладится. Мы победим и полетим. С Новым годом! Ювелирный салон «Диадема» на Ленином 35 радует глаз в любое время года. Весной и летом его украшают цветы. Зимой фасад здания оформляют белоснежными елками и новогодними игрушками. Какая бы погода ни царила за окном, «Диадема» всегда готова поделиться самыми светлыми эмоциями. Мы хотим нести людям радость. И вот эти наши украшения – это попытка поделиться радостью, чтобы у людей было хорошее, праздничное, действительно новогоднее настроение, чтобы люди ходили и улыбались друг другу, и дарили друг другу приятные минуты. А вот сам салон в дополнительных украшениях не нуждается. Едва переступив порог, путник попадает в ослепительную сокровищницу, где балом правят золото, серебро и драгоценные камни. Под стеклом своего часа ожидают сотни произведений ювелирного искусства. Их создавали, чтобы покорять сердца, беречь память и никогда не забывать о главных добродетелях – вере, надежде и любви. Соседнее золо занимает магазин под названием «Пуговка». Пряжа, нитки, товары для рукоделия. Ни одна мастерица не уйдет с пустыми руками. Хочется пожелать горожанам, жителям нашего города, чтобы в новом году люди дарили друг другу улыбки, радость, счастье, несли, чтобы глаза были полны озорного, веселого огня. И тогда все у нас будет хорошо, и все будет прекрасно. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова